Для демонстрации технологии защиты гербицидной при посеве кукурузы после подсолнечника мы смоделировали этот опыт. Мы посеяли кукурузу и всеяли в кукурузу три вида подсолнечника. Это классический в центре делянки Клиарфилд и в конце делянки Экспресс. Это контроль. Вот так выглядит на сегодняшний день. Тут гербициды не вносились. На этом варианте по пятому листу кукурузы внесли гербицид Лаудис. Вы видите, он отлично сработал по всем типам падалицы, но кукуруза успела стечь. То есть, если мы будем ждать до пятого листа, ждать, чтобы вышла вся падалица подсолнечника, а потом работать, мы получим все-таки стекание кукурузы, внетение кукурузы. То есть, эта схема однократного применения гербициды при выращивании кукурузы после подсолнечника, она не подходит. Если в фазу пятого листа. На ранних фазах мы покажем, там чуть лучше варианты, но все равно после подсолнечника есть смысл применять двукратно гербициды. На этом варианте было однократное внесение того же Лаудиса, но внесли его по второму листу кукурузы. И здесь вы видите, ситуация намного лучше. То есть, здесь угнетения кукурузы нет, но мы видим, пробивается вторая волна падалицы. То есть, этот вариант имеет право на жизнь, но он как бы не совсем идеальный получается. Это контроль мы оставили, чтобы видно было контраст. Если бы мы не всевали сюда подсолнечник, то падалицы было бы значительно больше. То есть, вариант, который бы второй волны подсолнечника было бы еще значительно больше. То есть, просто мы в фазу два листочка забрали практически весь подсолнечник, который сеяли. Вы видите, вон он весь засохший. Поэтому, ну, можно применять и кукуруза, вы увидите, не стекает. То есть, она нормально относится. Но вторая волна сорняков неизбежна. Ну, в данном случае подсолнечник. На следующем варианте была использована комбинированная схема. То есть, здесь по всходам кукурузы первый и второй листочек. Десли гербицид Аденго. 0,3 литра на гектар. Посмотрите, он отлично держал падалицу классического, отлично держал падалицу Клерфилда. Но, подойдите сюда ближе, можете зайти. Ну, оно оттуда вы видны. Но падалица экспресс подсолнечника, она все равно осталась. И кукуруза здесь все-таки была угнетена. Поэтому, такая схема, она подходит по Клерфилду. Она хорошо подходит по классике, но не подходит по экспрессу. И затем половинку этой делянки мы по всходам уже, по пятому листу, сработали лаудисом. Здесь картина намного лучше. То есть, почвы нам внесли Аденго 0,3, и потом по пятому листу сработали лаудисом. Лаудис добил тот подсолнечник, который до всходил, и уничтожил падалицу экспресс подсолнечника. Она тоже угнетается. Если вы видите, она не такая развита, как на контроле после Аденго. Но все равно полностью не погибла. И на последнем варианте, по всходам кукурузы, первый-второй листочек сработали градилом 110 грамм на гектар. Он хорошо забрал падалицу классическую, хорошо забрал падалицу Клерфилда. И тоже придавил экспресс, но до конца не забрал. И на второй части делянки, уже после градила, по пятому листу применили лаудис. То есть лаудис сработал по любой падалице подсолнечника. То есть, если вы выращиваете кукурузу после подсолнечника, то оптимальным будет либо внесение однократное, допустим, лаудиса по второму листу, но тогда у вас есть вероятность, что будет вторая волна падалицы незначительная, либо схема двукратного применения. То есть, первое внесение аденга по всходам или градила, и второе внесение по пятому листу лаудиса. И у вас будет отличное чистое поле, кукуруза будет неуметена. И таким образом можно успешно бороться с любой падалицей подсолнечника в посевах кукурузы. После действия лето никакого? После действия после чего? Как-то заметно... После лаудиса, после действия нет. Заметно, что кукуруза...